Депропетровск Депропетровск Раиса успела позвонить мужу убитой, просила его срочно приехать, а смерти жены сказать не смогла. Впрочем, по ее испуганному голосу он наверняка понял, что случилось что-то плохое. Медэксперт подтвердил, смерть наступила совсем недавно, убили женщину ножом, орудия преступления на месте нет. Рядом с телом чемодан и сумка, в ней билет на самолет Днепропетровск-Москва на сегодня. Паспорт, ключи и кошелек на месте. Когда сыщики осматривали место преступления, появился муж убитый, Игорь. К телу его не пустили, провели для разговора в квартиру. Там детектив заметила на полу затертое пятно. Криминалист определил, это кровь. Кровь была и на меховом помпоне, который валялся неподалеку. Игорь утверждал, что такого помпона на одежде жены не было. Рассказал, что работает на агрегатном заводе начальником планового отдела. Ушел на работу, как всегда, в 7.30. Жена собиралась сегодня лететь в Москву, навестить тетю. Криминалист обнаружил в мусорном медре полотенце со следами крови. Им, вероятно, затирали следы на полу. Там же лежала разбитая колба от термоса. По словам мужа, у них был старый китайский термос голубого цвета с красной розой. Возможно, жена хотела взять его в дорогу, уронила и порезалась, когда собирала осколки. Но корпуса от термоса в квартире не нашли. Сыщик обратил внимание на аквариум. Игорь рассказал, что Алина недавно увлеклась рыбками. У мужа сняли отпечатки пальцев и взяли анализ крови. По результатам экспертизы, кровь на полу, на полотенце и на меховом помпоне не принадлежала ни убитой, ни ее мужу. Значит, в квартире был кто-то третий. Подсказать, с кем общалась Алина, могли на ее работе в художественном музее. На следующий день сыщики направились туда. В фойе реставратор музея Лидия Герценова обсуждала страшную новость с Петром Лелекой. Мужчина работал в мастерской при магазине «Охота и рыбалка». Изготавливал и ремонтировал аквариумы. Был заядлым любителем рыбок. Он принес Алине обещанные водоросли и узнал о трагедии. Петр познакомился с Алиной в спортивной оздоровительной секции. Он помогал ей советами по содержанию аквариума. Аквариум. Одно из самых массовых хобби. К началу 80-х годов прошлого века в Советском Союзе насчитывалось более 10 миллионов аквариумистов. Однако отечественная промышленность и торговля не баловали любителей квартирных водоемов разнообразием продукции. В свободной продаже имели стандартные каркасные аквариумы объемом от 12 до 72 литров. Более крупные емкости на 120 или 200 литров производила единственная фабрика в Риге. Купить такой аквариум – большая удача. Не лучше обстояли дела и с оборудованием для аквариумов. Ассортимент ограничивался с очками, фильтрами, скребками, шумным компрессором и одним видом обогревателя. Все остальное аквариумисты делали сами или обращались к умельцам. Те изготавливали кормушки, дистилляторы, лампы и, конечно, сами аквариумы по индивидуальным заказам. Одним из страстных аквариумистов был создатель знаменитого театра кукол Сергей Образцов. В фойе своего театра и в кабинете он разместил аквариумы, в которых жили его любимцы. Записав все координаты мастера, сыщики его отпустили, стали расспрашивать Лидию. Реставратор рассказала, что они с Алиной всегда обедали вместе, та делилась на болевшем. Последние несколько месяцев она с мужем была на грани развода. Игорь увлекся другой, собирался уйти из семьи, но Алина решила бороться. Взялась за себя, похудела, сменила цвет волос и прическу, обновила гардероб. Увлеклась аквариумными рыбками и начала посещать оздоровительную спортивную секцию. Ее усилия не были напрасными, муж остался с ней. Во всяком случае, так сказала Алина, когда в последний раз они с Лидией пили чай. Алина отказалась тогда от торта, объяснив, что нужно поддерживать форму. Ей удалось похудеть на 8 килограмм. В ней появилось больше уверенности в себе. С гордостью она призналась Лидии, что теперь не уверена, что все забудет и простит мужу. Что теперь она хозяйка положения и не собирается отдавать инициативу. О смерти подруги Лидии сообщил директор музея вчера по телефону. Сыщики показали фото помпона, найденного в квартире убитой. Лидия не видела такого аксессуара на Алине, но уверенно заявила, что в витрине центрального универмага висит пальто с такими помпонами. Она даже подумывала, не купить ли. Но сдержалась, у нее не очень большая зарплата. О сопернице Алины, с которой Игорь крутил роман, Лидия знала только, что она моложе Алины. И работает в обувном отделе центрального универмага. Да-да, универмага, где она видела пальто с такими же помпонами. Сыщикам удалось установить имя и адрес любовницы мужа. Наталья Зайцева. По словам директора магазина, она со вчерашнего дня находилась на больничном. Детективы дождались девушку возле подъезда ее дома. Сразу заметили раны на руке. Она их объяснила тем, что ее поцарапала кошка. А вот отсутствие одного помпона на своем пальто Наталья объяснить не смогла. Ее задержали. Сравнительный анализ крови и дактилоскопия дали позитивный результат. Наталья Зайцева была в квартире убитой. Но Наталья утверждала, что не убивала жену своего любовника. Да, она приходила к Алине. Просила ее отпустить мужа, потому что сам он слабовольный и нерешительный. Сделать последний шаг к разводу так и не смог. Наталья рассказала, что Игорь в последний момент передумал. Подруги стали над ней посмеиваться. Тогда она и решилась поговорить с Алиной сама. Наталья действительно пришла в пальто с помпонами, которое она недавно купила в своем универмаге. Просила Алину не мешать им. Все равно свое счастье с мужем она уже упустила. Сообщила, что Игорь даже сделал ей предложение. Но никакого понимания со стороны Алины не нашла. Та в ответ оскорбила Наталью и сказала, что разговор окончен. Любовница попыталась объяснить, что Игорь все равно будет с ней. Алина с размаху ударила Наталью по лицу и вытолкала из квартиры. Пригрозила убить. По словам Натальи, она приходила к Алине в половине второго, за полтора часа до убийства. Рассказ звучал не очень убедительно. А главное, никто не мог подтвердить правдивость слов девушки. В отчаянии она стала говорить, что Игорь, хоть сам изменял Алине, страшно ее ревновал. А она давала для этого повод. Как-то Игорь не захотел остаться у Натальи на ночь. Говорил, что несколько дней назад вечером видел, как какой-то кавказец подвез Алину. Вид у этого парня был опасный. Игорь сказал, что не ревнует жену, но боится за ее жизнь. Наталья в тот момент поняла, что клятвы Игоря в любви мало что значит. Он стал чаще вспоминать о жене, не мог сдержаться даже на дне рождения Натальи. Казалось бы, Игорь ругал жену, говорил, что она не умеет готовить, и последнее время позволяет себе приходить домой на подпитие. Но вечные сравнения с женой раздражали Наталью. Ей все больше казалось, что Игорь любит не ее, а свою Алину. Сыщики не стали скрывать. Именно Наталью они подозревают в убийстве. У нее был серьезный мотив – ревность, желание избавиться от соперницы. К тому же есть весомые доказательства ее присутствия в квартире Феофановых. Наталья настаивала. В момент убийства она была на приеме у зубного врача, и это можно проверить. Убийство сотрудницы художественного музея Алины Феофановой возле собственной квартиры. В этот день женщина собиралась в поездку. Подозревается любовница, мужа, продавец Центрального универсального магазина Наталья Зайцева. В ходе расследования выясняется. Незадолго до убийства Наталья приходила в дом Феофановых, чтобы поговорить с соперницей. Та ударила ее по лицу, отсюда пятно крови на полу квартиры и оборванный помпон от ее пальто. Наталья уверяет, что не убивала Алину. Ее алиби может подтвердить стоматолог, у которого она была на приеме. Сыщик понимала, что настало время для серьезного разговора с Игорем, мужем убитой. Он не мог не узнать меховой помпон с пальто любовницы, а значит понял, кто совершил преступление и скрыл это от следствия. Игорь подтвердил, действительно узнал, а не сказал, потому что уверен, Наталья убить не могла. Если бы он рассказал историю взаимоотношений в их любовном треугольнике, то детективы просто назначили бы его и Наталью виноватыми. А искать нужно кавказца, с которым связалась Алина. Он ее спаивал. Игорь видел этого мужчину лишь однажды. Он стоял у подъезда. Подъехала машина. Из нее вышла подвыпившая Алина в сопровождении незнакомого мужчины кавказской наружности. Игорь накинулся на Алину с обвинениями в неверности. Жена ответила, что считает себя свободной после его измены. Игорь полез в драку, но мужчина оказался сильнее. Скрутив Игоря, он стал учить его, что с женщиной так обращаться нельзя. Дома Алина смягчила тон. Сказала, что записалась в спортивную оздоровительную секцию. Этот кавказец тоже оттуда и просто предложил ее подвезти. Игорь попытался втайне проверить ее слова. Обошел спортивные секции, но ни в одной из них Алина не была записана. К этому времени детективы уже сообщили. Стоматолог подтвердил алиби Натальи. Нужно искать другие зацепки. Узнать, кто этот загадочный кавказский мужчина. Адрес секции наверняка мог назвать аквариумист, который приносил Алине на работу водоросли. Детективы отправились к нему на работу. В мастерской рядом с Петром Лелекой делала уроки его внучка Ирина. Мастер объяснил, он дедушка и опекун ребенка. Ее мать умерла, отец спился. Сыщик обратила внимание на рисунки внучки. Разговорчивая девочка похвасталась. Ее все считают талантом. Алина, которая работала в художественном музее, назвала ее самородком и даже за пять рублей купила нарисованную ею картинку с рыбками. Петр объяснил, Алина была добрым человеком, решила поддержать сироту. Обещала похлопотать, чтоб Иру приняли в художественную школу на следующий год. Кавказского мужчину из секции знал. Это тренер их группы, грузин по имени Каха. Сама секция работает при Доме культуры имени Ильича. Восьмидесятые годы прошлого столетия стали последним десятилетием существования массовой советской физкультуры. А здоровительные группы стали повсеместно закрывать. Они появились в 1959 году, когда руководство страны решило превратить занятия физкультурой в массовое движение. В течение следующих пяти лет в городах и селах СССР начали строительство спорткомплексов. Молодежь записывалась в секции по разным видам спорта, люди среднего и старшего возрастов, в оздоровительные группы. Здесь никто не думал о высоких достижениях, зато царила атмосфера дружбы и взаимовыручки. В комедии «Семь стариков и одна девушка» события происходят именно в такой группе. Молодая тренер полной амбиций делает все, чтобы ее освободили от занятий со стариками. Однако в итоге ее подопечные демонстрируют отличную физическую форму в схватке с грабителями. Петр Лилека отзывался о Кахе как о добром человеке. Говорил, что никаких любовных отношений между тренером и Алиной не замечал. Поговорить с Кахой можно прямо сегодня. У них по расписанию занятия секции. Каха встретил сыщиков спокойно. Он действительно однажды подвез Алину. Она сказала, что подвернула ногу. Когда подъехали к дому, Каха понял, что Алина его использует. Хочет вызвать ревность у мужа. На следующем занятии он попросил больше не впутывать его в такие истории. У тренера было алиби на время убийства. До пяти вечера он вел уроки физкультуры в техникуме. Тренер вспомнил, не так давно в их группу пришел новенький Лев Кабаков. Кахе показалось, что они с Алиной знакомы, но почему-то не хотят это показывать. Как-то после занятия Каха застал их в момент спора. Разговор он запомнил, но сути его не понял. Алина требовала найти какого-то человека и обещала за это 10%. Лев требовал 25%. Говорил, что Алина должна ноги ему целовать, что он имя ее. Не засветил. Сыщики решили разыскать этого Льва Кабакова. В регистрационном журнале тренер нашел его адрес. Льва Кабакова задержали в аэропорту. Он вернулся из Москвы. К этому времени сыщики уже знали о его прошлом. Два года он провел за решеткой по статьям мошенничества. Подделывал картины Марка Шагала. Кабаков рассказал, знаком с Алиной со студенческой скамьи. Вместе учились в Московском художественном институте. Собирались три дня назад в Москву. Она попросила помочь продать картину Кандинского. У него в столице несколько знакомых коллекционеров. Но в аэропорту они не встретились. Лев прошел на посадку, думая, что Алина уже в самолете. Но там ее не было. Чтобы не привлекать внимание, Кабаков улетел в Москву. В столичном аэропорту встречал все самолеты из Днепропетровска в надежде, что Алина прилетит другим рейсом. Не дождался и вернулся домой. Узнав об убийстве, Лев стал уверять, преступление совершили из-за картины художника Василия Кандинского. Алина за гроши купила эту картину у какого-то старика. Ей пришлось ее реставрировать. Кто-то поверх Кандинского нарисовал акварельными красками золотых рыбок. Сыщики вспомнили внучку аквариумиста, которая рассказывала, как Алина называла ее талантом и купила за 5 рублей картину с аквариумными рыбками. Картина Кандинского называлась «Тень». Написана в 1910 году. Ее считали утерянной, а тут такая удача. Свою причастность к убийству Лев полностью отрицал. С продажи он имел неплохой процент. Зачем убивать? К тому же у него было алиби. Перед полетом он зашел в парикмахерскую на Космической площади. Провел там больше часа, и это наверняка подтвердит его парикмахер. Убийство сотрудницы художественного музея Алины Феофановой возле собственной квартиры. Неожиданно следствие выясняет, что женщина собиралась в Москву не с целью проведать тетю, а чтобы продать картину Василия Кандинского. Покупателя ей обещал подыскать старый знакомый Лев Кабаков. Он рассказал сыщикам, что считавшуюся утерянной картину «Тень» Алина реставрировала, сняв верхний акварельный рисунок. Сыщики предположили, что рисунок этот нанесла внучка мастера по ремонту аквариумов Петра Лилеки. Реставратор Лидия показала сыщикам редкий каталог, изданный в довоенной Германии, и объяснила, только в этом издании утерянная картина называется «Тень». Во всех других она проходит под названием «Импровизация 19». Сыщик спросила, как часто аквариумист Лилека приходил к Алине. Лидия ответила, что мужчина испытывал интерес к тому, что происходит за пределами выставочных залов музея. Иногда приходил, чтобы следить за работой реставраторов, интересовался каталогами, иногда даже спрашивал, о стоимости картин. Этот каталог он тоже листал. Лидия пришла к Алине за Алифой и застала там Петра Лилеку, который держал в руках этот немецкий каталог. Алины в кабинете не было. Лидия сказала, что без хозяйки Петр здесь находиться не должен. Петр ответил, что ничего плохого он тут не сделал. Ждал хозяйку, принес ей фильтр для аквариума. Опять стал задавать вопросы о цене картин. Лидия хотела его побыстрее выпроводить. Ответила, десятки тысяч, чтобы закончить разговор. Сыщики попросили каталог на время. Лидии ничего не оставалось, как согласиться. При этом она заметила, что не понимает, какое отношение каталог имеет к преступлению. Просила при первой же возможности вернуть его в музей. Петра Лилеку сыщики дома не застали. Его сестра сказала, что Петр уехал на три дня. Поездка для него обычная. В Москве он покупает фурнитуру для ремонта аквариумов. Вонучке Ире показали репродукцию картины «Тень». Девочка сразу ее узнала и объяснила, что нарисовала на ней рыбок, чтобы картина не была скучной. Решили не ждать возвращения Петра. Его объявили в розыск. Очень скоро отозвались правоохранители из Москвы. Петра Лилеку обнаружили в больнице Склифосовского с травмой основания черепа. На него напали в одной из подворотен Арбата. Сыщики срочно вылетели в Москву. Там они ознакомились с содержимым сумки Лилеки, паспорт, личные вещи. Обратили внимание на термос голубого цвета с красной розой. Вспомнили рассказ мужа убитой о старом китайском термосе. На нижней части обнаружили буквы И, Ф, Игорь, Феофанов. В палате Лилека сразу стал давать показания. Алину убил потому, что та внучку его, сироту, обманула, обобрала. Девочка любила рисовать, и он отдал ей полотно, которое бесполезно висело у него на стене. Петр и не догадывался, что это может быть дорогая картина. А тут пришел к Алине в кабинет отдать краник для аквариумного компрессора. Подошел к Мольберту, поднял ткань с подрамника и увидел свою картину. Половина рыбок уже была стерта. Рядом на столе заметил открытый каталог. Там была репродукция картины, которая висела у него на стене больше 50 лет. Понял, что картина стоит больших денег. Попытался с Алиной договориться. Она не стала его слушать, аргументируя тем, что он картину продал добровольно. На занятии в группе здоровья услышал, что Алина купила билет, летит в Москву. Пока все занимались на улице, зашел в раздевалку, залез в ее сумку и посмотрел время вылета. Убивать ее Лилека не собирался, нож прихватил для устрашения. Дождался, пока Алина вышла из квартиры, еще раз попросил отдать картину по-хорошему. На совесть давил, все напрасно. Она смеялась ему в лицо. Ярость ослепила его. Петр ударил ее ножом в живот. Вытер нож, открыл сумку, в ней лежал термос, а внутри его картина. Засунул термос за пазуху и ушел. Приехав в Москву, на Арбате нашел коллекционеров. Они подтвердили, что это Кандинский. Лилека продал картину за 50 тысяч рублей. Два бандита поджидали его, когда он шел с выручкой. Дальше ничего не помнил. Очнулся в палате. За убийство Алины Феофановой Петр Лилека получил 10 лет лишения свободы. До конца срока не дожил. Умер от сердечного приступа. Над внучкой Ирой взяла опеку его родная сестра. Картина до сих пор считается пропавшей. Продолжение следует...